Всем привет, ребята! Меня зовут Богатий Ищиди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы поговорим про ошибки, которые приводят к тому, что люди теряют деньги даже на росте криптовалют. Если ты их проработаешь, твое пребывание на рынке на долгосрочной дистанции будет максимально приятным. Также обсудим сегодня катализатор, который обязательно повлияет на биткоин и его будущее в хорошем смысле. А закончим криптовалютными IDO, которые помогут хорошо поднять своих ранних инвесторов. Об этом и другом в этом новом видео. Если тебе нравится такого плана контент, не забудь поставить лайк. Давай наберем хотя бы 10 тысяч лайков. Это поможет большему количеству людей узнать что-то полезное. А новичкам это просто жизненно необходимо. Не побоюсь этого слова. И начнем с главных криптовалютных ошибок. Многие люди приходят в криптовалюту и понятия не имеют, что делать. Они слышали только истории о том, как кто-то заработал сотни и даже тысячи иксов. Они думают, что просто вложив куда-то все свои деньги, они заработают на всю свою жизнь вперед. Потому что кто-то из их знакомых так сделал, по слухам. Реальность в том, что они совершают целый список ошибок. И одна из ключевых идей этого видео заключается в том, чтобы помочь хотя бы кому-то их не совершать. Я знаю, что я не могу помочь сразу всем, но по крайней мере хотя бы кому-то мне помочь удастся. Первая ошибка. Люди не проводят собственное расследование. Do your own research или проведи свое собственное расследование. Это не просто правило инвестиций о том, стиле жизни. Если ты услышал что-то в Твиттере, на Ютубе или от какой-то знаменитости, лидера мнений, которому ты доверяешь, это не значит, что ты должен слепо следовать за их советами. Любой человек может ошибаться и даже самый опытный исследователь в этой индустрии может облажаться. И рано или поздно он это сделает. Никто не может не ошибаться. Поэтому делай свое собственное исследование насчет любого проекта, о котором ты слышал даже на Ютубе. Вторая ошибка. Люди покупают токены, которые уже достаточно сильно выросли. Потому что может случиться что-то вроде этого. Да, действительно стоящие токены могут пампиться очень сильно и достаточно длительный период времени. Если за проектом стоит большое развитие, принятие и вообще они строят реально полезный продукт, что решает настоящую проблему, он может пампиться долго. Поэтому не покупать монеты, что уже дали много иксов, это скорее не правило, а руководство. Ты не должен покупать монету только потому, что она сильно выросла. И как видно, эта ошибка тесно связана с первой. Ты не должен покупать только лишь потому, что монета выросла. Сначала исследуй эту монету. Есть ли у нее перспективы для дальнейшего роста. Третья ошибка связана с погоней за мелкими монетами, что могут дать тысячу иксов в перспективе, но также могут обнулить все твои вложения. Этому посвящены целые сообщества в Твиттере, Ютубе и других сетях. Монеты с небольшой рыночной капитализацией это то, что я называю гемами криптовалюты. Потому что именно они могут давать тысячу иксов, как это сделала Shiba Inu, Avalanche, Sandbox, Sexy Infinity и другие. Однако также они могут упасть до нуля и ты останешься без своих денег. Ты всегда должен вкладывать в такие монеты наименьшую часть своего портфеля, например 5%. По крайней мере так делаю я. Все монеты, что имеют рыночную капитализацию меньше 100 миллионов долларов, являются мелкокалиберными проектами. Все, что находится между сотней миллионов и миллиардом долларов, это среднеразмерные проекты. Все, что больше миллиарда, это уже достаточно жирные проекты. Мелкокалиберные альткоины имеют астрономический потенциал роста, но также они являются астрономически рискованными. Как только биткоин падает, такие монеты могут обрушиться, а сначала медвежьего рынка и вовсе умереть. Как же с ними работать? Об этом я снимал целое отдельное видео, ссылку на которое я оставлю в описании под видео. Большинство из этих монеток обвалятся до нуля, но некоторые дадут тебе заветные 20, 50, 100, а может быть даже 1000 иксов. Следующую ошибку совершает 100% новичков и 100% жадных инвесторов. Это покупка криптовалюты на весь свой депозит, так же как и ее продажи, опять же на весь свой депозит. Реальность в том, что большинство действий, предпринимаемых опытными трейдерами или инвесторами на рынке, проходят поэтапно. И это потому, что даже если у тебя за спиной 50 лет торговли, определять тайминги на рынке очень сложно. Никто не знает точно, когда точно будет точное дно и точный пик. Все лишь ориентировочно предполагают свои собственные прогнозы, поэтому поэтапные покупки и поэтапные продажи на рынке это залог долгосрочного успеха. Например, у тебя есть 1000 долларов, не покупай позицию на всю 1000, купи на этой неделе на 100 долларов, через неделю еще на 100 и так дальше. Если ты продаешь, то продавай частями. Первая продажа всегда должна фиксировать то, что ты вложил. Ты хочешь вернуть свои деньги. Вторая продажа не должна быть на всю твою позицию. И еще ты точно хочешь оставить хоть немного монеток, так, на всякий случай, чтобы точно не пропустить чего-то интересного на рынке. Обычно люди продают все, видя, что их монета растет. Например, вот здесь. После этого они видят, что монета все еще растет и начинают сомневаться, видят, что рост не заканчивается и наконец решают купить прямо вот здесь. И получают вот это падение в подарок. Тем самым они теряют деньги даже на росте криптовалюты. Даже на росте рынка люди теряют свои деньги, представляешь? А все потому, что продают и покупают не частями и не поэтапно, а сразу, как говорится, на всю котлету. Эфириум может вырасти до 10 тысяч, и многие там продадут абсолютно все монеты, а он возьмет и стрельнет до 20 тысяч, чтобы эти многие уже покупали за 20 тысяч и получали новое падение в подарок, как это сделал биткоин в 2017 году. Мало того, что люди, купившие биткоин за 10 тысяч долларов, пропустили весь этот рост, так еще умудрились купить после этого роста на пике, чтобы потерять все остальное уже на падении. Немногие вытерпели эти три года медвежьего рынка. И это повторяется снова и снова, и повторится в будущем не раз. Не продавай и не покупай полностью свои позиции. Делай это поэтапно и частично. Всегда возвращай свои вложенные деньги и всегда оставляй хотя бы какое-то количество монеток в криптовалюте на всякий случай. Итак, если ты не будешь совершать эти ошибки, на длинной дистанции ты получишь замечательные результаты на криптовалютном рынке. Вторая тема этого видео – биткоин и катализатор, который на него подействует. Я верю, что он начнет цепную реакцию событий, которая даст огромные возможности инвесторам в криптовалюту. И самое главное, что несмотря на уже существующие масштабы, этот катализатор только начинает раскручиваться. И я говорю про инфляцию, которая сходит с ума. Только за октябрь официально она подскочила почти на 9% США. Это рекордный рост инфляции за 30 лет. Но и в других странах происходит абсолютно то же самое. Национальные валюты обесцениваются, и поэтому за товары приходится платить все больше. Рост цен очень чувствуется уже не на протяжении 10 лет, а даже в рамках одного квартала. И хотя ходят какие-то слухи о том, что у ФРС нет выбора, кроме как сокращать и свой баланс и вливание в экономику, инфляция все еще бьет рекорды. Но самое интересное, что официальные цифры – это не объективная оценка ситуации. Просто посмотри на цены, на имущество, на вещи, в первую очередь необходимые для жизни, еда, медикаменты, образование. Ты поймешь, на самом деле инфляция еще куда более сумасшедшая, чем 9%. Что мы можем знать наверняка – это то, что денежное предложение растет буквально вертикально. И совсем недавно Байден подписал новый инфраструктурный закон, в котором будет напечатан еще 1 триллион долларов. Как мы видим, макрофон для биткоина становится все более потрясающим. Это не значит, что биткоин сразу же взлетит как ракета, но на длинной дистанции это, безусловно, хорошо для главной криптовалюты, которая как раз-таки и решает эти проблемы – инфляцию, обесценивание покупательных способностей, падение благосостояния, накопление фиатных валют. Теперь небольшой совет для твоего будущего поведения на рынке. Если мы увидим постепенный рост биткоина, например, 100 тысяч долларов под конец этого года, 120 тысяч в феврале, это будет отличный показатель, что этот цикл, как мы и говорили вчера, действительно удлиняется по сравнению с предыдущим. Кстати, очень советую посмотреть вчерашнее видео, об этом мы говорили более подробно именно там. Но если мы увидим стремительный взлет биткоина под конец этого года, когда он каждый день будет расти на тысячи долларов, и при этом с каждой новой свечой рост будет все больше, это уже не нормально, это будет похоже на взрывную вершину. Обычно такое происходит уже перед достижением окончательного пика биткоина, как это было в 2017 году. Именно в этот момент мы поймем, что медвежий рынок уже близко. И, наконец, последняя тема для этого видео. Она связана с метавселенной, а точнее с ее токенами. Большая часть аудитории требует не просто общих стратегий и правил поведения, но и чуть ли не простого «скажи мне, что купить, я пойду куплю». Поэтому сейчас мы об этом и поговорим. Мы видели стремительный рост Taxi Infinity, Sandbox, Decentraland Mana. Покупать их сейчас означает нарушать первые правила инвестиций, ведь они находятся буквально на своих исторических пиках. Не покупай что-то, только потому что оно сильно выросло. Однако, учитывая второе правило «делай свое расследование», а я его сделал для Sandbox, я верю, что Sandbox, например, имеет еще больше потенциала, чем только лишь 2,5 миллиарда долларов капитализации. При этом глобальная игровая индустрия оценивается в 173 миллиарда долларов с состоянием на 2020 год. Как мы видим, игровые токены могут вырасти в этом цикле еще как минимум в 5 раз. Я думаю, что гейминг, особенно в условиях пандемии, будет расти и дальше, и взорвет интернет. В свою очередь, криптовалюта взорвет гейминг. Поэтому криптогейминг для меня остается индустрией с очень большим потенциалом. Как я уже говорил, я перевел половину Sandbox, который я купил за 4 цента, в Ethereum, а все остальное оставил, и пусть лежит как раз-таки изо всех этих соображений, которые я озвучил. Если мы увидим еще большие просадки рынка, я обязательно куплю еще Sandbox, который после такого потенциального краха, по моему мнению, очень хорошо восстановится. Теперь давай поговорим о криптоигровых токенах и токенах метавселенной, которые еще даже не торгуются, а находятся на состоянии IDO. IDO это что-то похожее на ICO или IPO, только IPO это первичное предложение акций компании, которые только-только выходят на рынок, а IDO это, грубо говоря, первичное предложение токенов криптовалюты, что выходит на децентрализованной бирже. Начнем с проекта Sidus NFT Heroes. Это очень интересный проект. Их команда фокусируется на опыте работы с браузерными играми. Над этим проектом уже работают сотни людей. Также они стремятся интегрировать NFT в браузерные игры. Их целевой аудиторией будут геймеры, у которых нет производительного железа, компьютеров и телефонов. Если им удастся достичь своих целей, аудитория из развивающихся стран получит доступ к геймингу, даже не имея достаточно мощного компьютера. Это может быть тот самый спящий криптовалютный гем. Проект находится в предрелизном состоянии и они скоро будут проводить IDO, поэтому обязательно следи за их твиттером, они объявят о начале этого IDO буквально в скором времени. Очень часто после IDO монета находится на пике. Обычно после этого она переходит в состояние коррекции, когда инвесторы, которые получили эту монету в процессе IDO, пытаются зафиксировать свои прибыли. Поэтому нужно покупать уже после этого падения. Следующая игровая монета это BigTimeGG. Конечно, она еще нигде не торгуется, ведь проект находится в предрелизном состоянии и в скором времени, так же как и Сидус, будет проводить IDO. За новостями об этом можно следить в их твиттере. Кстати, об этом проекте я узнал от криптоблогера Алекса Бекера, который специализируется на игровых токенах и делает на них неплохие прибыли. BigTime это будет игра, похожая на Sandbox или Axie Infinity, только со своим лором. И токен будет использоваться для внутриигрового геймплея, например, для покупки и продажи NFT, аренды земли и игровых вещей. Опять же, я буду либо участвовать в IDO, либо покупать эту монету после IDO, дождавшись, когда она упадет. Это очень важно. Покупать не сразу. Следующее IDO игрового токена, что намечается в скором будущем, это Phantom Galaxies. Эту игру разрабатывает компания Anicoma Brands, которая была основана в 2014 году в Гонконге. Сейчас компания крайне заинтересована в блокчейне и искусственном интеллекте. Phantom Galaxies является их новейшей криптоигрой с открытым космическим миром. Интересно то, что ты можешь получить бесплатное NFT на свой кошелек, просто подключив его к этой игре. Например, MetaMask. Но получишь ты его не сразу, а после проведения аэрдропа. Поэтому я тоже подключил свой кошелек к этой игре и ожидаю этого события. Я также собираюсь покупать эту монету после IDO, дождавшись ее просадки. Следи за новостями в их твиттере, там они объявят о начале IDO. И, наконец, последняя игра Immutable X. Это единственный токен, который уже торгуется на биржах. Например, на FTX, Hobby и других. Uniswap, SushiSwap, если хочешь, децентрализованные биржи. Однако, как ты видишь, монета еще не успела вырасти после своего IDO. Кстати говоря, это идеальный пример того, как работает ценообразование токена после IDO. Мы видим огромный взлет монеты, после чего начинается продолжительная коррекция. Именно поэтому сразу же после IDO я не советую покупать никакие монеты. Нужно сначала подождать их падения. Кстати, напомню тебе еще новость о том, что TikTok запускает свою собственную первую коррекцию NFT. Потому что тогда я этого не заметил, но заметил сейчас. Эти NFT будут доступны на Ethereum, но также они будут обеспечены с помощью Immutable X. Вот такая пасхалка была от TikTok в конце сентября этого года. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео тебе понравилось, не забудь поставить лайк. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok